Всем юнород, с вами Сильвес. Сегодня посмотрим небольшие обновления по бета-тесту Тарисленда. Посмотрим на геймплей мага, барда и разбойника. Хотя, честно говоря, судя по геймплею разбойника, он мне кажется больше ДХ-шкой, демон-хантером. Посмотрим на ПВП, на еще один интересный данжик, на систему крафта, на маунтов. В общем, это небольшой видосик про часть слитого геймплея Тарисленд. Сразу извиняюсь за качество видоса, оно было перекачано с Ютуба и, соответственно, нарезано для вас для удобства. Давайте обратим внимание на персонажа, на его одежду. Мы видим шмоточки, они идут грейдово, да, на нем надеты зеленые, фиолетовые, скорее всего, будут легендарные ОФК-шмотки. Вот, и что мы видим? Мы видим голову, плечи, грудак, насколько я понимаю, пояс, штаны, ботинки, кольцо, нэк. Под нэком висит что-то непонятное, это, возможно, пояс. Потом еще ниже, над перчатками. Я даже не могу представить, что это, ну, это юбка, наверное, не знаю, очень странный слот. Вот, потом перчатки, причем левая и правая. И, собственно, основное оружие плюс релик. То есть, забавно, что наплечник тут как бы один, а перчатки тут левая и правая. Возможно, это будет влиять на то, что ваш персонаж с определенной руки будет быть большим критрейтом или критшансом. Ну, в общем, это очень интересно выглядит. Естественно, мы сможем увидеть статы, сверху XP-бар и еще выше валюту. И валюты здесь две. Скорее всего, обычная и, возможно, донатная, которая нужна на то, чтобы покупать маунтов и костюмчики. А вот маунтов и костюмчики я вам сейчас покажу. Для того, чтобы не затягивать видос, я сейчас ускорю этот фрагментик. Вы сможете посмотреть лицезреть всех маунтов. Но основная фишка в том, что большая часть маунтов, естественно, здесь навеяна World of Warcraft. И здесь можно будет летать. То есть флай-маунты присутствуют. Вопрос только в том, что на бета-тесте реализацию флайов не показали. Скорее всего, потому что игроки были низкого уровня. И на более высоколевельных локациях это, собственно, будет доступно в виде полетов. Ну, а сейчас на экране у себя вы видите систему крафта. И, как видите, она работает таким образом, что предыдущую свою шмотку вы условно можете улучшить за определенные материалы до следующего грейда. Не знаю, насколько это понятно и ясно другим игрокам, которые не играли, допустим, в БДО или в Терру. Но для меня это лично очень знакомо, потому что по факту это является условной легендаркой из Warcraft. У вас есть одна болванка, в которую вы вливаете все свои штуки. И эта болванка, она работает как грейд. То есть нужны ресы, потом еще лучшие ресы и вы возводите ее, собственно, в топ. Неплохая система, с учетом того, что на это, как правило, обычно гриндить не надо. В прошлом видосе про Террисленд я говорил вам, что таланты здесь как в ЛК и вот таланты мага условные. Да, у него есть фаер ветка и фрост ветка. И эти самые таланты, они прокачиваются по прогрессии от одного скилла к другому. То есть вы можете взять то, что вам интересно и то, что неинтересно. Плюс к этому таланты имеют комбо. А, поэтому тут как бы нужно будет поразбираться еще, на ком играть и как играть. Но в целом это выглядит гораздо интереснее, чем то, что есть во многих ММО, которые есть сейчас. Ну, АФК это же копия Вова, типа. Ну что же, а теперь самое интересное, ради чего все вы здесь собрались, геймплей в PvP. К сожалению, автор видео сделал геймплей из PvP только за разбийника. Но, как я уже сказал, разбийник, во-первых, выглядит оверкрипнутым, потому что у него на самом деле есть ваншоты. Ну, так как это бета-тест, скорее всего, баланса там нифига не завезли. Ну и плюс человек, возможно, просто оделся и заточился лучше, чем другие. Охотник не может противостоять этому классу. Значит, что это уже не разбойник, потому что, судя по скилламке, я уже сказал, у него есть рывки, у него нет инвиза. Ну, насколько мы можем видеть, у него есть кидание глефы, рывки в сторону, дисчарж, вот эта вот суммарная крутилка с самими клинками. То есть это какой-то максимально быстрый мобильный класс, который, к тому же, не является глаз-кэноном. То есть у него есть свои сейвы, он не сильно получает по жопе, и, судя по урону, который он наносит, он вполне в состоянии ваншотнуть цель. 10 тысяч урона, при том, что у игроков по 15 тысяч хп. Да, это небольшие левелы, не полностью вкачанные скиллы, но бета-тест сейчас, в принципе, идет до 36-го левела, если вы смогли заметить по талантам. Также из этих фрагментов мы можем заметить такую вещь, что батлграунды здесь не скопированы с Варкрафта. Они сделаны по-своему, что, в принципе, не может не радовать, потому что играть в Варсанг на протяжении 11 лет еще и в другой игре я точно бы и не смог. И батлграунды здесь выражены пока что в трех ипостасях. Это дурацкий дезматч, в котором вы просто деретесь между собой. Это захват точек. Как видите, игрок сейчас заходит на точку, начинается захват, и вы держите ее до поинтов. И третье — это местное пресловутое оттаскание флага. Ну, только это не оттаскание флага, а оттаскание сфер. На данный момент на бета-тесте их три. Ну, неплохо для бета-теста. Так что вот «Разбойник» в целом выглядит таким образом, что да, он в состоянии ваншотить. Нет у него нет инвиза, к сожалению, как я надеялся. И, ну, почему-то кажется слишком имбалансным. Потому что да, он действительно ваншотит людей. Но это какая-то вообще имбища. Понятно, что это нарезка, и что, скорее всего, в реальной игре вам не дадут бегать так свободно. Но при учете таргета «Разбойник» выглядит очень-очень свежо. Очень свежо. В скобочках. Это все-таки охотник над демонов. Естественно, вот вам небольшой геймплейчик за мага. И что могу сказать за мага? Ну, во-первых, ничего не понятно, потому что скиллы не почитать и визуально не понять, как они работают. То есть у «Разбойника» я понимаю, что он делает рывок и разбивает лицо. То здесь как-то не особо. Фишка мага в том, что он здесь не хардкастер. То есть он может кастовать на ходу многие свои скиллы. У него дофига ауешек. И в целом он такой больше, наверное, какой-то боевой магический ассасин, что ли. То есть я ожидал мага, который будет иметь очень долгие касты, да. Будет иметь контроль в виде фростновы. Но здесь, к сожалению, этого нет. Вы можете комбинировать своего мага, билдить его в «Файр Айс» или уходить в «Пробуждение». У каждого персонажа есть что-то вроде «Пробуждение». Это когда скилл ультимативно вкачан, и он типа изменяет свои свойства. Ну вот здесь маг выражен в виде такого полукастера, который может на ходу кидать баражи, кидать ауешечки, ледяные глыбы вокруг раскидывать. Но, судя по данным видосам с геймплея, я не увидел у него какого-то хард-контроля. Это значит, что в PvP мага можно будет как минимум просто закайтить и обойти, потому что таргет, конечно, дает возможность стрелять во все стороны, но не дает возможность тебе адекватно заколонно милосать, потому что ты буквально на секундочку быстрее пробежал, и тебя уже не достать. Так что маг очень спорный сейчас, в любом случае будем смотреть дальше, но на данный момент что-то маг меня не особо притягивает. Как видите, он кастит на ходу, у него есть ауешки, вон он замедление поставил, да, у него есть какие-то микроконтроли, ультимейт довольно жирный, который будет дамажить фаерболом там или чем-то еще. Но это даже не близко с разбойником по типа зрелищности. Ну и, естественно, небольшие крупицы геймплея за Барда, который, честно говоря, мне вообще непонятен. Это какой-то полукастер, полубафер, у которого взаимодействие с нотами идет, и он создан для каких-то, возможно, промежуточных целей. То есть это и не хил, и не дд одновременно, это просто чувак, который должен будет вас забафовать, у него есть небольшие атаки, он хилит, он дает щиты, он довольно медленно, кстати, кастует, и пока что непонятно, что с ним. Но в целом выглядит прикольно. Опять же, я супер ненавижу смотреть на классы на бета-тесте, еще и игры, которые я не могу перевести, но пока что оцениваем визуально. Визуал у Барда красивый, безусловно, но вот функционал может быть, конечно, реализован не до конца. Опять же, почему? Потому что Барда в Варкрафте не было. А так как эта игра вдохновлялась Варкрафтом и, типа, скопировала его, то, наверное, Барт — это единственный класс, на который они не могли взять референс у Варкрафта. И вот тут вопрос, как они его сделали. Это уже будем смотреть на релизе. Ну, у меня на этом все. Спасибо, ребятки, за просмотр. Если вы желаете еще видосов по Трисленду, то подпишитесь на канал. Я же знаю, что вы желаете еще видосов по Трисленду. Вот. Еще есть группочка во Вконтактике. Их две. Одна моя, можете на нее подписаться, а вторая по Трисленду. Там мы отслеживаем все, что происходит с игрой, постим видосики, общаемся с игроками, которые собираются в эту игру играть. В общем, ссылочка в описании. Давай, да, проходи, не стесняйся. Спасибо за просмотр еще раз и до новых встреч.